Добрый день еще раз. Да, нет, меня должно быть видно. Веб-камера работает, это точно. Но даже если меня не видно, это не страшно. Главное, чтобы было слышно и было видно презентацию. Если презентацию видно и голос есть, значит нормально, значит можно выступать. Итак, сегодня мы будем говорить о хорошем сервисе для создания разного хорошего интерактива. Этот сервис называется Интеракти. Он позволяет создавать под одной обложкой огромное количество разных форматов интерактива. То есть можно создавать игры, викторины, квесты, ленты времени, интерактивные плакаты. Можно делать слайд-шоу, даже играть с помощью мобильных устройств с его помощью. То есть доступно более 19 самых разнообразных интерактивных форматов. И я думаю, что этот сервис можно с успехом использовать для работы в библиотеке и для работы в учебных заведениях тоже. И вот сегодня мы с вами будем его тестировать. Посмотрим, как он работает. И я назвала 19 форматов. Вот, собственно, я поставила такую задачу понемногу рассказать обо всех этих форматах, чтобы вы могли сориентироваться и определиться, нужен ли вам этот инструмент в копилке и как можно его использовать. Ссылку на инструмент я в чат отправила. Вот, можно уже по ней перейти, посмотреть. Давайте несколько входной информации по поводу этого сервиса. Если зайти на сайт и поинтересоваться там, как обычно, кто его создал, кто авторы, где находятся серверы и так далее, то информация довольно любопытная. Сервис создан интернациональной командой международной. Штаб-квартира находится в Риге, Латвии. Но если мы зайдем на юридический адрес этого сервиса, то обнаружим, что юридический адрес – город Москва. Серверы, которые обслуживают этот сервис, находятся на территории России, Латвии, Казахстана. Поэтому можно сказать, что инструмент международный. Он, кстати, стабильно достаточно работает. Хорошая обратная связь. Служба поддержки оперативно реагирует на все письма, которые я им отправляла. В общем, поэтому предлагаю обратить на него внимание. Давайте смотреть, что он предлагает. Во-первых, сервис русифицированный – это очень хорошо. И вы даже, если только новичок в информационных технологиях, сможете очень быстро в нем разобраться. Буквально за полчаса сможете сделать уже свою первую работу. Даже не пользуясь никакими инструкциями, там все интуитивно понятно и достаточно просто. Более того, сервис предлагает готовые шаблоны, которые можно взять в работу. Это еще больше ускоряет процесс создания, что немаловажно. У него есть неплохой бесплатный тариф. И более того, все, что вы создадите внутри этого сервиса, сохраняется в личном кабинете. Вы всегда можете редактировать, изменять, удалять, создавать что-то новое и вставлять готовые продукты на сайты, блоги, делиться в социальных сетях. Это тоже большой плюс. Теперь про недостатки. Сервис немного поменял тарифную политику. Давайте смотреть, что здесь есть в бесплатном тарифе. Бесплатно можно создать 20 проектов, но если, допустим, какой-то проект уже не актуален, его всегда можно удалить и на его месте создать новое. И вот, чтобы главное вписаться в эту цифру 20. Зато увеличилось количество просмотров. В сумме на все ваши проекты их могут просматривать не менее 500 пользователей. То есть вы, допустим, создадите одну викторину и можете получить на нее 500 ответов, 500 просмотров. Это здорово. То есть охват аудитории увеличивается. Уменьшилось количество проектов. Их раньше можно было создать 50, сейчас 20. Но зато увеличилось количество просмотров. Вот так вот получается плюс на минус. Далее. Дается 100 мегабайт свободного пространства для хранения загруженных файлов. Это хранилища отводятся под загрузку изображений, если вы их будете использовать в проектах, и аудиофайлов, которые загружаются тоже с компьютера, и вы можете их использовать. Но если вы боитесь, что вам не хватит этого места, у сервиса есть хорошая библиотека изображений и аудиофайлов. Ну, насчет аудиофайлов там не знаю. Честно говоря, я не нашла подходящего. А вот хранилище картинок очень даже неплохое. Подключается такая библиотека, как Unsplash. И вот оттуда и берутся, собственно, бесплатные картинки, свободные, без авторских прав, которые можно вставлять в проект. Поэтому на этот минус есть свой плюс. В общем, стартовые позиции достаточно неплохие. Давайте посмотрим. Поскольку шаблоны здесь все друг на друга похожи, я поподробнее расскажу на примере одного шаблона, а остальные уже более, вернее, менее подробно буду освещать. Регистрация здесь идет через кнопку «Зарегистрироваться». Обязательно проверьте, чтобы все было русифицировано. Регистрация идет по адресу электронной почты. Когда вы придумываете пароль и даете просто адрес, либо можно через аккаунт Google, если он у вас есть. Нажимаем на кнопку «Создать аккаунт». На электронную почту приходит письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. И после этого вы оказываетесь в личном кабинете, и можно сразу начинать работу. Сервис после активации может парочку вопросов подкинуть. Например, попросит сказать, из какой вы сферы деятельности. Я думаю, здесь можно выбрать образование. И может спросить про профессию. Тогда выбираем, например, учитель. Либо можете что-то на свой взгляд, что считаете нужным. Далее. А вот, собственно, и сами шаблоны. После того, как мы зарегистрировались, мы попадаем на такую красочную страничку. Здесь есть коллекции шаблонов, подходящих, например, для образования, для игр, тематические шаблоны. Но чтобы посмотреть все, я предлагаю зайти во вкладку «Интерактивы». Вот она сейчас у меня открыта. И посмотреть вот все эти форматы, о которых сегодня будем говорить. Мы как раз вот по порядку и пойдем осматривать все эти шаблоны. Я в чат буду добавлять ссылки на игры. Вы сможете на них посмотреть поближе, поиграть и выбрать, нужны вам такие варианты или не очень. Давайте начнем с игры «Мемори». Ну, я думаю, знакомая история – это игра на запоминании. Перед нами набор карточек, которые лежат рубашкой вверх. Игра может быть в одиночку, а может быть парная. Когда карточки у игроки будут открывать по очереди. В чем суть? На карточках изображены, есть одинаковые парные картинки, либо картинки как-то по логике между собой связаны. Задача – найти эти пары, одинаковые картинки или логически связанные. Если вы их обнаружили, то они либо исчезают, либо вы можете сделать еще один ход. Если изображения открылись разные, то тогда карточки остаются на своих местах, и ход переходит к следующему игроку. Ну, вот такой вариант. Игра наверняка видели и играли. Цель – собрать все пары, открыть все карточки и вот таким образом победить в этой игре. Для этого выбираем шаблон, который так и называется – «Игры Мемори». Здесь есть внутри сервиса уже готовые шаблоны, прямо математические. Вот «Веселый зоопарк», например, «Спортивный телеканал» и еще несколько. Часть шаблонов платные. Часть шаблонов, помеченные значком «Корона», и написано, что это премиальные, это уже по платной подписке. Но даже бесплатного здесь достаточно много. Более того, можно начать с нуля. Взять просто пустое поле и творить на нем. Все шаблоны обычно открываются вот примерно таким изображением. Нажав на кнопку «Редактировать», мы можем перейти в режим редактора и оформлять уже готовую работу. Можем выбрать фон, загрузить фоновое изображение, если нам необходимо. Давайте на редактор посмотрим. Нам для начала нужно выбрать игровое поле. 4х3, есть еще 4х4. 4х3 – это игра на 12 карточек, 4х4, соответственно, на 16. Выбираем пропорции карточек, даем заголовок нашей игре и текст на кнопочки, на которые нужно наждать, чтобы запустить игру. Для рубашки карточек, если вам не нравится то, что предлагает сервис, вот такие значки со знаком вопроса, можно загрузить свое изображение. И переходим на следующий уровень и нажимаем внизу на кнопку «Далее», либо переходим в следующую вкладку «Пары». Можно и так, и так двигаться. Ну а дальше, собственно, загружаем эти пары. Вот так они выглядят. В качестве пар не обязательно это могут быть тексты, не обязательно это могут быть картинки. Пары могут быть смешанные. На одной текст, на другую картинку, и нужно собрать пару. Либо две картинки, либо можно добавить аудио, загрузив с компьютера. Внизу кнопочки для этого есть соответствующие под каждой парой. Текст, изображение и аудио, соответственно. Еще есть хорошая версия, хорошая опция, которая позволяет добавлять к картинкам, вот к этим парам, не к картинкам, а вот именно к парам, пояснение. Это делает игру более познавательной. Например, участник собрал пару, и он может прочитать какое-то пояснение, связанное с этой парой. Например, нашел он портрет Пушкина, и, допустим, иллюстрацию к его произведению. Пара собралась, а дальше открывается пояснение, где рассказывается, что это иллюстрация к сказке Пушкина. Такой-то, написана она в таком-то году, и еще какая-то дополнительная информация. Вот таким образом игру можно сделать не просто развлекательной, но еще и познавательной. Вот так выглядит добавление описаний. У меня, например, вот одна из ссылок, это моя игра достопримечательности Мурманской области. Находим, где какая достопримечательность, а дальше открывается описание, где об этой достопримечательности уже поподробнее рассказывается. Кто автор, когда установлено, и тому подобные вещи. Обязательно после того, как мы закончили все этапы, нажимаем на кнопку «Сохранить», чтобы перейти к настройкам и публикации. Последний этап – это результаты. В конце обязательно, в конце игры выводится какая-то картинка, либо текстовое сообщение о том, что игра завершена, и игрок молодец, собрал все пары. Если вы используете изображения, например, у которых есть автор, то есть такая тоже полезная вещь, называется она «Подпись под изображением». Она позволяет атрибутировать картинки и указать их автора, чтобы не нарушать ничьи права. Это тоже полезная вещь. Ну и осталось выйти уже на последний уровень публикации. Нажимаем «Сохранить». Получается у нас предварительный просмотр. Мы можем посмотреть, что у нас получилось. И если что, вернуться обратно в редактор. Все вот эти вот кнопочки, они активные. По ним можно переходить от этапа в этап. Итак, смотрим, что получилось. Дополнительные настройки находятся справа. Они у всех шаблонов более-менее одинаковые. Смотрим, что здесь есть особо. Можно пронумеровать все карточки, показывать их перед началом игры. До нескольких секунд показать, а потом закрыть и приступать к игре. Выбрать даже время поворота карточек. А если вы играете на время, то можно еще подключить таймер и сделать обратный отчет. Допустим, чтобы эта игра длилась какое-то определенное время и шел обратный отчет, и чтобы игрок очень быстро работал. После этого переходим к публикации. А вот в процессе публикации я вам хочу показать еще одну хорошую фишку, которая появилась у сервиса совсем недавно. Понятное дело, мы можем скопировать ссылку, можем посмотреть, что вышло на большом экране, получить QR-код. И здесь есть новая опция, которая называется «Конвертировать в PDF и распечатать». То есть готовую игру, даже вот эти карточки, мы можем скачать к себе на компьютер в формате PDF, распечатать и играть в эти карточки уже не онлайн, а оффлайн. Это особенно хорошо, если у вас, допустим, нет стабильной связи с интернетом или компьютера нет, на котором можно играть. А так вы получаете набор карточек. Их нужно только распечатать и склеить лицевую обратную сторону. Ну а далее в эти карточки можно играть на уроке, например, или в библиотеке. И так, собственно, со всеми играми. И викторины можно скачать, и все остальные форматы тоже. Так что это очень хорошая опция, и замечательно, что она бесплатная. Вот так более подробно я рассказала вам об одном шаблоне, а дальше мы уже будем смотреть и видеть, что шаблоны друг на друга очень похожи, и я уже покороче буду немножко. Следующий шаблон, о котором я хочу рассказать, называется «Мэч-игра» или «Игра на сопоставление». Здесь такая же история. Нужно собрать пары. Но пары здесь собираются немножко иначе. Нам нужно перетянуть картинку из верхнего ряда в пару картинки из нижних рядов. Ну вот мышкой переставляем их в нужные места и проверяем, правильно или неправильно. Ссылочки я вам опять в чат добавила. Как мы видим, шаблон здесь достаточно несложный. Нам нужны просто картинки. Определяем цвет фона, если нужно, и переходим к загрузке изображения. Кроме картинок, в парах могут быть опять-таки и тексты, и аудиофайлы. Мы тоже можем их загружать с компьютера. Более того, сколько будет пар, тоже определяем мы. Здесь количество пар не фиксировано. Есть кнопка «Добавить пару». И если вы хотите, чтобы карточки были крупными, можно тоже увеличить их размер через опцию «Большие карточки». Тогда они будут на экране смотреться лучше. Ну, сохраняем это все. Подписываем результат. Поздравляем. Ты правильно все собрал. Добавляем картинку, если нужно. Картинки добавляются через кнопку «Изменить». Ну, тут, я думаю, достаточно понятно, как и что сделать. Сохраняем, публикуем и получаем игру. Такое развлечение можно создать тоже очень быстро. Минут за 10-15 вы получаете готовое вот такое вот вещь. У меня, например, это были устаревшие слова, которым нужно было подобрать картинки. Мышкой нужное слово внести в нужное место, чтобы создалась пара. В этой игре тоже есть и обратный отсчет, и таймер. Все это можно подключить, можно изменить цветовую схему и выставить секунды на решение задачи. Обязательно после того, как мы все создали, не забываем это публиковать и получать ссылку или скачивать к себе на компьютер. Из этой же серии игра «Найди пару». Но эта игра немножко отличается, потому что здесь задача найти одну единственную пару. И игра эта на время идет. Это такое соревнование. Можно, например, на уроке подключить нескольких учеников, кто быстрее найдет пару среди вот этих вот представленных карточек. Может быть, не такая познавательная игра. Она больше на скорость, на развлечение. Задача, как в игре Memory. Рубашками повернуты карты. Нужно открывать карточки. Тут играет роль счастливый случай, либо внимательность. Кто быстрее соберет пару, тот молодец. Давайте посмотрим. Здесь такой же шаблон, как и в игре Memory. То есть нам нужно выбрать размер поля, вид карточек, подписать заголовок и текст на кнопке, чтобы запускать игру. Ну и в качестве карточек опять-таки могут быть тексты, изображения, аудио. Мы можем показывать пояснение к каждой карте, к найденным парам, если необходимо. Но может быть, в игру на быстроту это не так важно. Но тем не менее опция есть. Сохраняем. Добавляем результаты. Молодец. Поздравляем. Картинку какую-нибудь поздравительную. И сохраняем. Тоже все происходит достаточно быстро. Нам достаточно только идеи и каких-то наборов изображений или аудио, которые мы будем использовать в игре. И получаем тоже такое вот развлекательное мероприятие. Собственно, вот так оно выглядит. Опять-таки, здесь подключается таймер. Но таймер вот в этой игре, я считаю, обязательный, потому что это на скорость. Обратный отчет есть. И опять-таки, цветовые поля, цветовая схема. Основная цветовая гамма у интеракте голубая. Синий-голубая. Если вам этот цвет не нравится, всегда можно цветовую схему поменять и сделать более красочным или менее красочным. К некоторым шаблонам, хочу обратить внимание, есть такая штука, как называется форма обратной связи. Она не у всех есть. У некоторых шаблонов есть. Форма сбора данных. Таким образом, вы просите участников игры представиться. Например, вы хотите узнать, кто поиграл в вашу игру, вот конкретно из учеников. Тогда вы можете к игре подключить такую форму сбора данных, где они должны будут написать свое имя и фамилию. И тогда вы сможете у себя в личном кабинете контролировать, кто из учеников, допустим, принял участие в той или иной викторине. Работает эта форма сбора данных не для всех шаблонов, но для некоторых ее можно найти и тоже использовать. От игр на внимательность перейдем к играм на поиск. Игра, которая называется «Найти предметы». В чем суть этого мероприятия? У нас есть картинка или калаш из картинок, на которой нужно найти загаданные предметы. В качестве загаданных предметов вы можете назвать просто списком, что нужно найти. Например, у вас много животных на изображении, вам нужно, чтобы участники отметили животных, которые относятся, например, к семейству кошачьих. Ну, как пример. Либо что-то другое. Либо просто можете перечислить, что на этой картинке нужно найти вот это, это и это. Для этого нам нужна картинка, на которой будет осуществляться поиск, и вот эти придумать скрытые метки, собственно, ответы на вопрос. Количество скрытых меток мы выставляем с правой стороны. Указываем просто циферкой, сколько будет вот таких кружочков. Это будут скрытые метки, которые участник игры не увидит. Увидите только вы. Каждой скрытой метке мы прикрепим обратную связь, где напишем «Молодец, ты нашел поверно». Размер этих меток тоже устанавливается в пикселях. Стандартная, предлагает сервис 50, они будут вот такими кружочками. Но если кружочек не устраивает, можем загрузить свою иконку с компьютера, и метка будет другого вида. Цвет выбираем. Если стандартную выбрать, то еще можем определить у нее цвет. Ну и, соответственно, загружаем саму картинку, на которой эти метки будут изображаться, через кнопку «Изменить». Это подготовительная работа. Дальше. Эти метки мы расставляем в нужных местах. У меня игра, вот, например, нужно на изображении, на большом изображении найти предметы, которые здесь спрятаны. Метки я расставляю на этих спрятанных предметах, просто мышкой. Потом щелкаю по порядку по этим меткам, вот, и вписываю заголовок и описание. Ну, обязательно поле заголовок. То есть здесь можно написать правильно, молодец. Можно более подробно что-то расшифровать, например, какую-то справочную информацию. У меня справочной информации никакой не было, а вот если бы я задавала вопросы какие-то и нужно было найти ответ на картинке, то я бы здесь еще что-то дополнительно написала по поводу ответа на вопрос, какая-то дополнительная информация. Ну и после этого, собственно, сохраняем, переходим к следующей метке. Итак, шаг за шагом заполняем информацию по каждой метке. Дальше. После того, когда мы все это заполнили, заполнили, пишем финальное сообщение. В конце – молодец, ты все сделал верно. Можно загрузить картинку, чтобы не просто текст выходил, а еще текст с картинкой был. Ну и напоследок нас еще спрашивают, какого цвета мы хотим кнопки. Вдруг мы передумали по цвету и хотим что-то другое. Сохраняем, публикуем и получаем вот такую интересную игру. Так можно, например, искать соответствие между двумя картинками, найти что-то общее или наоборот найти отличие между картинками. Можно вот так искать какие-то закрытые вещи на изображении. Довольно любопытная игра. Можно поиграть со своими учениками или читателями. Эта игра немножко будет посложнее. Называется она «Найди сокровища». А по сути это такой веб-квест, только маленький. В чем суть игры? У нас есть карта сокровищ. И это может быть реально карта. То есть вы можете спрятать где-то в помещении сокровища или не в помещении, или на открытой местности, где хотите. Нарисовать карту. И задача игроков – открыть эту карту, отвечая на вопросы. Вот игровое поле. Здесь 9 вопросов. И нужно отвечать на них. И если ответ верный, то открывается кусочек карты. В конце, когда все вопросы будут отвечены верно, откроется карта целиком, и участники узнают, где спрятаны сокровища. Суть игры в этом. Вы можете просто попросить их открыть карту без самого поиска. А можно реально сделать, спрятать карту, нарисовать ее, вернее, спрятать сокровища, нарисовать путь к нему. И таким образом попросить участников ее получить, заполучить, отвечая на вопросы. Делается это тоже все достаточно просто и быстро. Обычно веб-квест – это такое комплексное мероприятие, там много что нужно сделать. Это так называемый мини-квест, который может сделать любой. Тоже за полчаса практически. Ну, давайте посмотрим. Сначала нам нужно определиться с количеством вопросов. Максимальное количество вопросов – 9, но может быть и меньше. Если у вас игроки маленькие, юные читатели, то можно, например, выбрать 6 вопросов и… Сейчас, минутку. Еще, по-моему, там есть 4 вопроса. От этого игровое поле немножко поменяется. Да, 1, 4, 6 и 9 вопросов можно задавать. Но я выбрала максимальную сложность – 9. Итак, дальше мы можем выбрать пропорции карточек. У меня квадратные, но можно любые другие, прямоугольные. И где будет располагаться текст кнопки и сам, собственно, текст. Вверху, внизу тоже определяемся. И переходим на следующий этап, который называется квесты. Жмем на кнопку «Далее» и заполняем каждый вопрос. Как отвечают дети, участники на вопрос? Нужно написать буквами ответ на вопрос. Вариантов нет. То есть нужно точно знать и точно его написать. Для того, чтобы механика игры была правильной, мы указываем номер вопроса, например, вопрос номер 1. И сам вопрос вписываем в поле описания квеста. Каждый вопрос здесь называется квестом. Далее, в поле секретный код для открытия ячейки мы вписываем то слово, которое должен вписать участник, чтобы кусочек карты ему открылся. Ну, например, у меня тут, как назывался корабль, на котором Гарри Грант и его спутники потерпели кораблекрушение. Я написала слово «Британия». Если вы хотите, чтобы засчитывалось все верно, дайте небольшую подсказку. Например, я написала, что название надо писать без кавычек, чтобы оно засчиталось. Еще можно написать, что название, например, надо писать с большой буквы. Тоже вариант. То есть, чтобы сервис правильно понял ответ и открыл хотя бы кусочек нашей карты. Даем иллюстрацию. Ее можно внутрь вопроса вставить, эту картинку, если хотим. И обложку. Обложка будет показана сразу, а иллюстрация будет показана, когда участник откроет вопрос. Итак, переходим к следующему квесту. Они вот здесь пронумерованы. Мы по очереди нажимаем каждый и заполняем вот эту карточку. Дополнительно можно прикрепить ссылку на какой-то веб-ресурс. Например, это может быть ссылка на подсказку. Если участник затруднился с ответом, то может эта ссылка ввести на какой-нибудь веб-ресурс, где можно прочитать и найти ответ на этот вопрос. Например, в электронную библиотеку, где есть эта книжка, и в этой книжке участник может найти ответ. Такой будет вариант. И по очереди заполняем все квесты. И переходим на последний этап. Это карта сокровищ. Я взяла просто карту путешествия капитана Гранта из книги. Я не планировала, что у меня будет у поиска на самом деле. А в качестве карты загружаем любое изображение. Пишем поздравления, что квест пройден верно. Какую-то подробную информацию можно дописать. И обязательно сохраняем и публикуем готовый квест. Вот такая получается интересная игра. Довольно необычная и просто. Естественно, у сервиса есть и классические викторины с выбором одного ответа из нескольких. Само собой, это классика. Здесь этот шаблон называется «Тест проверь себя». Ну, вот несколько ссылочек на игры. Здесь шаблон, как вы видите, похож на предыдущий. Только вместо квестов у нас здесь вопросы. Для начала загружаем обложку, пишем какое-то сообщение вступительное, на кнопочке пишем текст и переходим к составлению вопросов. Текст вопроса, картинка к нему. Вопросы могут быть представлены не только в виде текста, но и в виде, вернее, ответы могут быть представлены не только в виде текста, но и в виде картинок. Для этого есть переключатель. У вас викторина может стать фото викториной. Вот этот переключатель, текст картинки. Вписываем варианты ответов. Правильный ответ помечаем галочкой, что он правильный. И переходим к следующему вопросу. Обязательно проверьте, чтобы все правильные ответы были отмечены. Иначе викторина будет генерироваться не очень корректно. Вопросы можно добавлять. Есть еще кнопка клонировать. Она позволяет повторить этот вопрос еще раз и видоизменить его. Количество вопросов не ограничено ничем. И вы можете создать большой длинный опросник достаточно. Более того, здесь появилась опция подключить банк вопросов. То есть можно, используя поиск, подобрать себе подходящий вопрос по тематике. Поиск на русском языке. И если необходимо, можно попробовать посмотреть в банке вопросов, выбрать там подходящие варианты. После того, как все вопросы будут созданы, заполняем карточку с результатом. Результатов здесь несколько может быть. Сервис считает баллы. За каждый правильный ответ получается по одному баллу. Получает игрок. И мы можем в результатах прописать так называемую дробную систему. Например, результат 1 – это минимальное количество баллов, которое набирает игрок. Ну и результат 3 – это, может быть, максимальное количество баллов. У меня три варианта. То есть, неплохо, хорошо и отлично. Можно более подробно прописать. Например, если у вас много вопросов, там 10, 20, 30, то эта классификация может быть более дробной. То есть, результатов может быть больше. Через кнопку «Добавить» добавляем еще один. И по каждому результату мы пишем что-нибудь мотивирующее. Все впереди. Обязательно почитай книжку, посмотри сказку и так далее. Результат 2 – хорошо. Ты молодец, старался. Ну и результат 3 – ты просто молодец, знаток. Еще раз добрый день. Прошу прощения. Слышно ли меня? Ага, огонечки есть. Слышно. Ага, спасибо большое. У меня первый раз такое. Прошу прощения. Я так и не поняла, что случилось. Меня выбило из конференции, а потом появился синий экран смерти. У меня на компьютере. Я очень сильно испугалась. Ну вот перезагрузилась. Вроде должно быть нормально. Я надеюсь, что это первый единственный раз так у нас получилось. Еще раз прошу прощения за технические неполадки. Сейчас я устроюсь. Еще раз камеру включим. Так, все вроде хорошо. Ну давайте продолжим. Мы с вами остановились на игре «Проверь себя». Вот, да, спасибо. Было страшновато, если честно. Итак, игра «Проверь себя». Мы прописали результаты, раздробили нашу результативность на фрагменты, сохранили обязательно. Ну и дальше публикуем, смотрим настройки. В этой викторине тоже есть такой вариант, как сбор данных. То есть если нам нужно отследить, кто из участников поотвечал на вопрос, мы можем подключить эту форму. Это такой блок, который будет внизу викторина отображаться, где участник должен будет представиться. Что именно он будет писать, это определяйте вы сами. Это может быть имя, фамилия, класс. Я не знаю, может быть еще какая-то информация, которая вам нужна. В общем, здесь такая опция тоже есть. Публикуем и радуем своих читателей. Я использую этот шаблон для создания игр для социальной сети ВКонтакте. Они там очень хорошо заходят. Читателям нравится. Они довольно симпатично смотрятся. Без всякой рекламы сторонней. Обычно вот бесплатные сервисы этим грешат, что там какая-то всплывает реклама, она мешает отвечать на вопросы. Здесь, в общем-то, все хорошо. И оформление простенько, но со вкусом, что называется. Так что вот для социальных сетей я рекомендую. Хорошая штука. Ну и не только. Есть здесь в этом сервисе... Ой, я ссылочки все потеряла. Сейчас минутку, я их быстренько найду. Есть в этом сервисе шаблоны, которые позволяют создавать уже не больше познавательные, а больше развлекательные игры. Называется «Узнаешь себя». Этот шаблон... Сейчас я очень быстро найду ссылки. Это вариант такой психологической игры. Ну, наверняка вот то, что в такие игры играли. Там какой-то литературный герой, какой-то персонаж и так далее. Так, вот ссылочки открылись. Сейчас я вам кину в чат. В чем суть? Выбираем шаблон, который так и называется «Узнай себя». Прописываем вступительную речь. Придумываем название, придумываем описание, добавляем картинку, чтобы было повеселей. И переходим к следующему этапу – созданию вопросов и результатов. То есть в чем суть? Отвечая на вопросы, участник как бы создает портрет себя. Каждый вопрос привязан к какому-то результату. Ну и на выходе, когда Викторина закончится, участник получает информацию о себе. К какому типу он относится. Какой он литературный герой, какой он котик, какую книгу ему хорошо бы почитать и тому подобные вещи. Вот я вам ссылочку дала, тест, кто вы из персонажей Гарри Поттера. Здесь механика немножко посложнее будет. Дело в том, что здесь придется делать все наоборот. Сначала написать результаты, а потом уже придумать вопросы по этим результатам. Итак, прописываем результаты. Вот у меня шесть персонажей – Гарри Поттер, Гермиона и так далее. По каждому персонажу нам нужно заполнить вот такую карточку. Результаты добавляются через кнопочку «Добавить», как и в предыдущей Викторине. И мы пишем результат первый, например, «Гарри Поттер», «Описание», «Дополнительная», «Картиночка». И так каждый результат мы дописываем. А затем возвращаемся назад в «Вопросы». Вопросы у нас вот таким образом строятся. Тоже похоже на предыдущую Викторину. Мы вписываем текст вопроса, на который нужно участнику ответить. Варианты ответов. Но здесь нет правильных и неправильных ответов. Здесь каждый ответ отсылает к какому-то результату. То есть если участник выберет ответ 1, то его отправят в типаж Гарри Поттера. Если ответит, выберет 2, то и в типаж, допустим, Гермионы. И так далее. У вас, например, 6 типажей и будет 6 вариантов ответа. Каждый ответ отсылает к какому-то из персонажей. Далее. Более того. Привязать к результату. Выбираем персонажа. Более того. Здесь есть еще варианты такие очень подробные. Например, связь может быть средняя и связь может быть сильная. Ну, я, допустим, поставила, что здесь сильная связь. То есть если участник выбрал именно этот вопрос, именно этот ответ, то он 100% Гарри Поттер. Вот. Может быть, связь средняя. Например, если он выбрал ответ номер 2, то он более-менее похож вот на этот типаж. Сервис все это считает в процентах, как мы видим. И когда он уже на выходе будет окончательный результат показывать, он уже более точно сможет определить типаж. Можно везде поставить сильную связь, а можно вот еще выбрать разновидности. Ну и все, пожалуй. После этого обязательно сохраняем, публикуем. Предварительный просмотр тоже лучше не забывать. И после этого можно уже играть, предлагать своим читателям и ученикам. Совсем недавно у сервиса появилась еще одна хорошая штука – создание кроссвордов. Так, сейчас ссылочку в чат отправлю. Это очень просто. Это намного проще, чем предыдущий шаблон. Вот, пожалуйста, вам кроссвордик. Тот, который вы видите на экране. Как вы видите, здесь вопросы по вертикали, по горизонтали. Здесь подложка, красивая картинка. Собственно, вот и все, что нужно для создания кроссворда. Всего две вкладочки. На первой вкладке мы заполняем слова и подсказки. Здесь нужно разобраться, что слово – это то, что будет в кроссворде, а подсказка – это его объяснение. Заполняем. Слов может быть столько, сколько угодно. Если их мало, то сами графы у сетки будут побольше, покрупнее. Если слов меньше, вернее, больше, то клеточки помельче будут. А в результатах прописываем какую-нибудь поздравительную вещь. Молодец, ты отметил верно, справился со всем заданием. Просто молодец. Обязательно сохраняем. Сервис сетку сделает сам, сгенерирует ее самостоятельно. От нас требуются только вопросы и ответы на них. Еще очень простенький шаблон. Называется он флип-карточки или флеш-карточки. Тоже наверняка вам знакомый вариант, когда нужно переворачивать карточку, чтобы узнать ответ на вопрос. На лицевой стороне мы пишем вопрос. Она называется в этом шаблоне передняя сторона. А сзади, соответственно, задняя сторона, пишем ответ на этот вопрос. Выбираем пропорции карточек. Лицевую и обратную сторону картинками можем загрузить. И цветовую гамму тоже выбрать. Например, лицевая – голубая, оборотная – синяя. Можно что-либо другое. Здесь пишем прямо текст. Можно соединить текст и картинку. Но дело в том, что текст будет только посредине. К сожалению, минус этого шаблона, что текст нельзя сдвинуть вверх или вниз. Он точно посредине будет. И поэтому картинку, если мы подгружаем какое-то фоновое изображение, то надо аккуратно выбирать, чтобы текст был виден. Вот такой небольшой лайфхак. Все остальное здесь достаточно просто. Все делается в режиме одного окна. Тут даже нет никаких вкладочек. Просто карточки добавляем. Заполняем лицевую и изнаночную сторону. Карточки можно клонировать, менять местами. Чтобы добавить новую, как раз используем опцию клонирования. Вот она. Их можно менять местами, удалять, если они нам не понравились. И делается это тоже достаточно все быстро. Для чего их можно использовать? Ну, вопросы-ответы. Классическая викторина только в другом формате может быть. Но уже викторина с самопроверкой. Там просто сам для себя ответил, сам себя проверил. Это может быть какая-то виртуальная выставка. Например, с одной стороны у вас будет стоять обложка книги. А на обороте будет аннотация к этой книге. В общем, очень много чего можно придумать с карточками. Информацию запаковать в такой формат тоже получается необычно и интересно. Но мы добрались наконец до формы уже таких массивных, больших. Когда уже требуется больше времени на создание. Это так называемые интерактивные изображения или интерактивные плакаты. В чем суть? Загружаем картинку. На эту картинку наносим интерактивные метки. В качестве меток, к каждой метке прикрепляется карточка с дополнительной информацией. То есть мы получаем более развернутое представление по теме. Ну вот, пожалуйста, я ссылочку вам дала на богов Древней Греции. Возле каждой картинки, возле каждого изображения стоит метка. Вы можете нажать и прочитать более подробно, что это за бог Древней Греции, чем он известен, чем популярен и так далее. Шаблон так называется интерактивное изображение. Записываем название картинки нашей, даем описание. Выбираем цвет фона, если это необходимо, и переходим к добавлению меток. Здесь такая же история, как с шаблоном, когда, помните, мы расставляли метки по изображению, и участник должен был их найти. Только здесь метки видимые. Там были скрыты, и здесь они видны. Тоже выставляем количество меток, выбираем размер каждой метки. Метку можно определить не такая, какую предлагает сервис, а что-то свое добавить через кнопку «Изменить». Если выбрали в сервисе, то цвет можем поменять. И даже текст на кнопке написать, если это необходимо. Вот, метки расставляем по всему экрану, в тех местах, где они нужны, мышкой, и заполняем карточку на каждую метку. К метке можно добавить текст, описание, загрузить дополнительно картинку, добавить ссылку на дополнительный веб-ресурс. Нажав на кнопку «Подробнее», например, участник может более подробно прочитать про того или иного персонажа. Вот они метки так выглядят, а так выглядит карточка для каждой метки. И вот по каждой мы такое поле заполняем, сохраняем обязательно, и наша картинка готова. Мы ее можем встроить на сайт, на страницу сайта, на страницу блога, просто делиться ссылкой. И распечатать тоже можем, собственно, само изображение и текстовую информацию к нему. Другой шаблон тоже достаточно объемный, называется «Таймлайн». «Таймлайн», если на русском языке, то это лента времени. Это хороший способ представить хронологию событий по порядку, либо в том порядке, в каком вы считаете нужным. Здесь мы все делаем вручную. Сервис у нас не выстраивает по хронологии все события, мы их делаем сами. На каждое событие заполняется карточка, где указывается дата, название события, добавляется картинка и текст, описание события. Внутрь текста мы можем дополнительно вставить ссылку, например, на видеоролик, на веб-ресурс, на какую-то другую, на электронную библиотеку, на любую другую интернет-страницу, какую посчитаем нужным. Достаточно все делается просто, нам главное сделать первую карточку, заполнить это, а дальше мы можем ее клонировать через вот эту кнопочку вверху и добавлять следующую, следующую, следующую. Они вот по такой оси будут добавляться. Интересно то, что здесь лента времени вертикальная, а это достаточно редкая штука. Обычно в стандартных сервисах выбирается вариант горизонтального пролистывания, а здесь действительно такая лента только вертикальная будет. Есть тут возможность выбрать цвет фона, у меня, например, здесь белый, у ленты времени можно выбрать какой-нибудь другой или загрузить фоновую картинку, если это необходимо. Цвет фона выбирается у каждого блока отдельно, то есть лента времени у вас может быть из нескольких событий, из нескольких блоков и каждый блок своего цвета. Это тоже можно сделать. Как я уже сказала, выстраиваются все события в том порядке, в котором нам необходимо. Это может быть прямая хронология, обратная хронология, вообще свободный порядок. Для этого есть кнопочки менять местами события, вот они, опускать его вверх или поднимать его вниз, копировать и удалять. Собственно тоже кнопочек немного, в них легко достаточно разобраться. После того, как лента времени готова, мы ее сохраняем, публикуем, получаем ссылку. И в заключении вебинара расскажу о нескольких штуках, которые могут пригодиться для создателей сайтов, блогов, потому что сервис предлагает и такие вещи тоже. Они уже не познавательные, а больше такие развлекательные, но тем не менее, давайте посмотрим. Есть такой слайдер, который называется «До-после». Ну, может быть, вы даже такие вещи видели в интернете, когда дается два изображения и рассказывается, что было до, а что стало после. Тогда и сейчас. Так можно проиллюстрировать, например, таяние дедников, допустим, какие-то изменения в архитектуре сооружения, просто какие-то изменения в одном и том же месте проиллюстрировать. Например, взять старую фотографию одного и того же места, черно-белую, и современную цветную, и сравнить. Тоже здесь все делается в режиме одного окна. Загружаются две картинки, выбираются их пропорции, левая, правая. Дается заглавие, какое-то описание. Нажимаем на кнопку «Публикация», и наш слайдер готов. Слайдер такой можно встроить на сайт и в блоге. Получится довольно необычно. Может быть, сам по себе отдельно он и не очень хорошо смотрится, а вот если его интегрировать в сайт, допустим, на страничку какую-то, получается очень симпатично. Другой вариант представить красиво фотографии – это слайд-шоу. Я бы уточнила, что это не слайд-шоу больше, а это фотогалерея. От нас нужно несколько изображений, которые мы красиво оформляем в виде фотогалереи. Здесь есть несколько вариантов, несколько готовых шаблонов. Простое слайд-шоу, слайд-шоу с текстом. Я выбрала с текстом. Мне показалось, что не просто надо красивые картинки показывать, но и какую-то дополнительную информацию по этим картинкам давать. Вот я выбрала такой вариант, например. Загрузила я картинки, придумала заглавие, описание. Через кнопку «Редактировать» загрузила изображения. Они у меня будут отображаться вверху, и по центру будет главное изображение. А дальше к каждой картинке я буду добавлять описание. Здесь есть вариант для атрибуции картинки, то есть подписать, например, авторство, что на ней изображено более подробно. И так от одной картинки к другой я заполняю на каждую из них вот по такой карточке. Сохраняю. По центру у меня будет изображение, а внизу будет к нему подпись и описание. И таким образом слайд-шоу станет не просто демонстрацией изображений красивенькой, но еще и дополнительную какую-то информацию будет нести. Можно дополнительно получить более полное представление о предметах, которые изображены на картинках. Тоже очень симпатично, мне кажется, интересно. Ну, если уже совсем хочется развлекаловки, то можно попробовать шаблон «Пазл». Он делается просто. От нас нужна просто картинка, которую мы разбиваем на кусочки, а потом участники будут их собирать. «Пазл» можно сделать как один из этапов какой-нибудь большой игры, например, у себя на мероприятии. Можно загрузить какую-то интересную картинку и сделать на скорость. Кто быстрее соберет пазл, кто быстрее узнает, что там изображено. В качестве картинки вы можете загрузить ключевое слово, зашифрованное в виде картинки. Участники найдут ключевое слово, и кто первый догадается про это слово, а тот и молодец. Загружаем изображение через кнопку «Редактировать». Выбираем фон прозрачный или обычный. И выбираем количество секторов. Можно 6 на 6, можно меньше. Там есть у нас еще варианты 2 на 4, 4 на 4 и 6 на 6. 6 на 6 – это получается 36. Карточек – это самый сложный вариант. Даем название, указание, что нужно с этим пазлом делать. Собственно, саму картинку загружаем, которую сервис разобьет. И сохраняем все. Обязательно в конце результат прописываем. Молодец, ты ответил верно. Вот так выглядит пазл уже готовый. Дополнительно можно к пазлу подключить таймер и сделать обратный отсчет. И даже форму обратной связи собирать с учеников. Кто соберет пазл, вы можете там зашифровать ключевое слово, как я уже говорила, а в форме обратной связи просить, чтобы участники вам это ключевое слово отправили. Кто правильно отправит, то ты молодец. Разновидность пазла – это игра пятнашки. Может быть, кто-то в детстве играл в такую игру, где есть 15 кусочков, которые нужно перемещать и собирать из них картинку. Перемещать можно на пустое пространство. Ну вот, вот так это выглядит. Вот этот пустой сектор. И можно двигать картинки, и чтобы в итоге собралась уже готовая. Опять, точно так же, как и в пазле, мы загружаем изображение, выбираем сектор. Количество секторов. 2 на 2, 3 на 3 и так далее. 6 на 6 – самый сложный вариант. Ну и прописываем результат в соответствующей вкладке и сохраняем. Опять-таки, изображение может быть просто картинкой, а может быть, там какое-нибудь ключевое слово спрятано. Тоже можно сделать частью игры. Еще одно чудесное развлечение называется рейтинг батл. Это разновидность голосования. Когда нам нужно собрать у читателей, например, мнение о книгах. Какая книга вам понравилась больше? Выбираем такой формат, и каждая книга будет представлена в виде вот такой симпатичной карточки. Я вам ссылочку в чат отправила. За нее нужно проголосовать, нажав на вот этот вот чудесный значок, который с пальцем вверх. Выбираем количество карточек. Максимальное количество – 4. К сожалению, больше нельзя. Огромное голосование устроить не получится, но если нужно выбрать из 3-4 книжек, то вполне подходящий вариант. Выбираем формат. Можно квадратик, можно прямоугольник. Загружаем, собственно, изображение, например, обложки книг, либо пишем текстом название книги. Обязательно нужно прописать, что требуется от участника. Я вам предлагаю проголосовать за идеальный отпуск. У меня развлекательное мероприятие, поэтому, пожалуйста, можете поголосовать, а я потом почитаю, что у меня вышло. По каждой карточке, кроме того, что мы загрузили картинку, дополнительно даем описание. Вот у меня 4 варианта развития событий. Я по каждому написала еще и описание более подробное. Вот, например, так. Ну и обязательно сохраняем, публикуем, получаем ссылку на готовую работу. Еще одно чудесное развлечение, которое можно, например, предложить своему ученикам и читателям под Новый год. Печенье с предсказаниями. Формат, который добрался и до нас. И они продаются в магазинах, эти печенюшки с предсказаниями. Можно их сделать в интерактивном виде. Вот, пожалуйста, можете попробовать перевернуть печенюшку и посмотреть, что там внутри. В этом формате есть не только печенюшки. На самом деле там есть игры с шариками, с новогодними шариками. Что там еще есть? Какие-то магические коробки, которые надо открывать. То есть это может быть частью квеста, на самом деле, а не только под Новый год предсказания. Выбираем шаблончик. Под каждое вот это маленькое изображение мы пишем какой-нибудь текст, сохраняем и выбираем цвет фона и публикуем. Ну, давайте посмотрим. Внутри это выглядит вот так. Я выбрала шаблон именно с печенюшками. Дальше я прописываю заголовок, описание, само предсказание и подгружаю картинку, а это у меня обложка. На обложке у меня печенюшка закрытая, на картинке у меня печенюшка уже открытая с текстом внутри. Естественно, картинки можно подгружать свои. Можно что-то другое добавить и сюда, и сюда. Итак, переходим от одной картинки к другой, заполняем все карточки, сохраняем и предлагаем своим читателям. Еще одна интересная штука для предсказаний называется колесо фортуны. Это что за вещь такая? Нужно крутить колесико и случайным образом получать либо предсказания, либо какие-то другие полезные штуки. Так можно, например, вызывать ученика к доске. На сектора нанести фамилии учеников, но только если у вас класс не очень большой, к сожалению, я думаю, что здесь все-таки количество секторов ограничено будет. Но тем не менее, вы можете написать сюда фамилии учеников и случайным образом вызывать их к доске. Либо можно вот такой вариант придумать, как у меня, например, какую книгу выбрать для чтения. Случайный выбор. Обычно читатель иногда приходит в библиотеку, просит книгу, не знаю какую, предложить ему самостоятельно определить свою судьбу, выбрать книжку. Такая интересная получается виртуальная выставка. Что нужно здесь? Нужно придумать количество секторов, выбрать из выпадающего списка. На сектора можно наносить изображение, а можно тексты добавлять. У меня тексты, например. Выбрать время анимации, это когда колесо будет раскручиваться. По умолчанию 10 секунд. Придумать заголовок и текст на кнопке, которая будет запускать всю игру. А дальше по каждому сектору я написала заглавие, название книги, аннотацию к этой книжке. И еще я загрузила картинку с обложкой этой книги. Как вариант. Тоже интересное развлечение, очень необычно. Если, допустим, на компьютере открыть читателям на абонементе и предложить им выбрать таким образом книгу, получается довольно необычно. Ну и уже в самом конце нашего мероприятия еще о двух интересных вещах, которые скрыты в этом сервисе, но их тоже можно найти через вкладку интерактива. Это интерактивные рабочие листы. Это уже комплексные задания, которые включать в себя могут несколько блоков. Это могут быть тексты, изображения, викторины. И вот все вот эти вот шаблоны, о которых я до этого долго рассказывала. Давайте посмотрим, как работает конструктор по созданию интерактивных рабочих листов. Это, конечно же, больше для педагогов. Ну, может быть, библиотекарям тоже пригодится, потому что в таком формате можно веб-квест устроить. Для начала придумываем название нашему проекту, название рабочего листа. Далее получаем такое пустое поле, где мы можем добавить текст, добавить картинку и добавить кнопку. Кнопка – это ссылка на веб-ресурс. То есть мы можем делать отсылки на какие-то веб-странички. И каждый отдельный блок будет отдельным образом обозначен. Так по порядку мы заполняем интерактивный рабочий лист. Собственно, это обычная практика для всех листов. Там блоковая манера подачи информации. То есть сначала мы писаем текст, например, пояснение для учеников, что им нужно сделать. Ответь на вопросы викторины, прочитай текст, перейди по этой ссылке, почитай дополнительную информацию и так далее. Вот ссылочки на интерактивные листы, чтобы представили это более подробно. Далее. Здесь есть кнопочка, как вы видите, все блоки. Эта кнопка открывает все возможные шаблоны, кроме этих трех, ну, и эти три, и еще все возможные шаблоны, которые присутствуют внутри этого шаблона. Давайте смотреть. Текст добавляется вот таким образом, как вы видите, тут есть выбор цвета, шрифта, расстояния между буквами, и внутрь текста можно еще и ссылки добавлять. Каждый блок можно менять местом, поднимать его вверх, вниз, скопировать, клонировать, удалять. Далее. Здесь у меня добавляется, например, кнопка. На кнопке я пишу какой-то текст. Здесь уже написан текст на английском, я его могу перевести на русском. Нажми на кнопку. Даю ссылочку, и кнопку еще дополнительно можно раскрасить, выбрать цвет, скругление углов, и сделать ее пульсирующей для красоты, если необходимо. Далее. А вот все блоки, которые открываются, если нажать на эту кнопку. Кроме текстов и картинок, сюда можно добавлять аудио. YouTube видео я пропускаю. Вы понимаете, почему. И очень жаль, что теперь уже нельзя вставлять видеоролики. Но можно вставлять аудио. Аудио можно записать, загрузить в виде файла, mp3, например, либо выбрать из библиотеки сервиса, вот она, либо записать свой голос через микрофон онлайн. И тоже добавить его в интерактивный лист. Например, вы хотите дать какую-то информацию голосом. Это можно сделать. Либо какой-нибудь музыкальный аудиофайл добавить. Тоже вариант. Чуть ниже опустимся. Здесь все наши шаблоны, о которых я говорила. То есть внутрь интерактивного листа можно вставить и игру найти пару, и слайд-шоу, и до и после, и таймлайны вставить, и предсказания, и поиск предметов. В общем, все, о чем я ранее говорила, все можно вставить в интерактивный лист. Заранее ничего создавать не надо. То есть выбираем мы таймлайн, тут же открывается конструктор для его создания, и вы тут же, не отходя от листа, создаете таймлайн, и он тут же встраивается в ваш интерактивный лист. И так по отношению ко всем остальным шаблонам. Далее. Здесь есть форма сбора данных, что немаловажно, немаловажно, поскольку мы даем ученикам отвечать на вопросы, и какие-то ключевые слова они должны вам отправить, например, я не знаю, может быть, еще какую-то информацию вы хотите собрать, то для этого есть форма сбора данных, например, в виде анкеты. В анкете участник напишет вам фамилию, имя, свое, класс, какие-то ключевые слова можно от него запросить. Формы анкеты мы настраиваем самостоятельно. Ну, например, мы можем запросить имя, фамилию, и дополнительные поля добавить. Например, здесь нет класса, я хочу узнать, в каком он классе. Текстом вписываем название поля, например, класс. С правой стороны сразу можно посмотреть, что у нас получилось в итоге. Либо я хочу, чтобы они вписали какое-то ключевое слово. Придумываю такое поле, вот оно у меня тут внизу будет, куда нужно будет загружать это самое слово. Сохраняем, добавляем внутрь листа, и вот так по порядку от блока к блоку мы переходим и заполняем все необходимые нам элементы. В конце, после того, как интерактивный лист, участник ответит на вопросы, отправит вам результаты в ваш личный кабинет, в конце будет какое-то спасибо. Спасибо за участие, спасибо, ваш ответ принят, и что-то вроде этого. Обязательно сохраняем, не забываем. Так, как я уже повторюсь, от блока к блоку мы переходим, все заполняем. Если у вас есть какой-то контент, который создан на другом сайте, ну, например, у вас есть викторина, которую вы создали когда-то в Learning Apps. Очень хорошая викторина, вы не хотите ее второй раз дублировать здесь, а она у вас уже есть готовая. Ее можно вставить через опцию «Другие», и называется эта опция «Вставка и фрейм». Вы берете от вашей викторины, созданной на другом ресурсе, ссылку или код. Ну, здесь, по-моему, код нужен, так называемый и фрейм. Выбираете этот блок, вставляете в открывшееся поле код, и у вас интегрируется с другого сайта, с другого сервиса какой-то интерактивный контент вот в это пустое поле. И таким образом у вас интерактивный лист становится еще более интерактивным. Далее, это еще не все. Это может быть не один лист, их может быть несколько. У вас, например, комплексная работа по нескольким темам. И есть опция «Добавлять страницы». На первой странице у вас может быть первая тема, на второй странице вторая и так далее. Для этого есть кнопка «Добавить». Насколько я помню, количество страниц здесь не ограничено, то есть мы можем создать неограниченное количество заданий, блоков, и тут все ограничивается только фантазией преподавателя. После того, как мы создадим интерактивный лист, сохраняем, публикуем, получаем ссылку и можем распространять среди учеников. А в личном кабинете мы потом можем осматривать статистику. Особенно, если вы запросили форму обратной связи, то эта статистика будет еще более подробной. Про статистику я чуть позже расскажу. В заключении, штука, ссылку на нее я вам дать не могу, потому что это так называемая живая игра. Проводится она с помощью смартфонов. Я думаю, знакомая вам технология, они долго и давно уже говорят, и вот она появилась в интеракте. Что это такое? Это на экран выводятся вопросы. Участники со смартфонов подключаются в виртуальную комнату и отвечают. У них тоже на смартфонах появляются эти вопросы, варианты ответов. Нужно ответить. За каждый правильный ответ начисляются баллы. Они начисляются и за быстроту тоже. Чем быстрее и правильнее ответишь, тем больше баллов получишь. По результатам каждого вопроса, а они здесь называются раунды, по результатам каждого раунда выводится таблица лидеров. Первое, второе, третье место. А в конце игры выводится окончательный итог, и можно посмотреть, кто выиграл. Единственным недостатком, это вообще хорошая штука, которую можно использовать. Смартфоны запрещены в школе, но никто не запрещает их использовать в библиотеке. Поэтому в библиотеке их можно использовать. А если вы, например, мероприятия проводите во внеурочное время, где-нибудь на природе, и у вас есть доступ к интернету, ну, всякое бывает, разные бывают мероприятия, то их тоже можно использовать. Почему нет? Для тех, кому можно использовать смартфон, я рассказываю про эту игру. Единственный недостаток, что здесь бесплатно могут участвовать только три участника. И поэтому получается, что у вас игра либо на маленькое количество игроков, либо второй вариант – поделите на команды. Если участников много, у каждой будет свой смартфон, и они смогут отвечать. Ну, давайте посмотрим, как это работает. После того, как мы… Да, вопросы я вам показывать не буду, потому что они здесь по классике, как у викторины. Формулировка вопроса, какая-то картинка и варианты ответов. Все просто. Мы можем выбрать фон. Очень красивый фон. Это я взяла готовый шаблон. Это не моя картинка, но она здесь мне понравилась. Такая классная комната. Фоновую картинку загружаем через кнопку «Изменить». Вот. А дальше, после того, как мы все вопросы придумали, количество раундов здесь может быть любое. В шаблоне три, но можно и больше создать. Выбираем настройку. Можно запустить игру без ведущего. То есть участники самостоятельно заходят внутрь виртуальной комнаты, автоматически им запускается игра, и они играют. Либо вы можете сделать по классике. Вы станете ведущим, будете сами запускать игру и следить за игроками. Такой вариант. Выбираем количество игроков. Как я уже сказала, здесь максимально трое. Ну вот я на максимум, допустим, поставлю. И нажимаем на кнопку «Продолжить». Открывается вот такое стартовое поле. Это ссылочка и QR-код. Участники могут зайти либо по ссылке, но тогда им нужно будет вот эти четыре цифры вписать и представиться, либо по QR-коду попадают внутрь комнаты. Вы наблюдаете после того, как они все подключились. Вы нажимаете на кнопку «Запустить игру» или «Войти в игру». Ну вот у меня кнопка «Войти в игру здесь». Я показала, как у игрока это будет. Заходим. Вот так выглядит сама игра, сам процесс. Запущен вопрос. Ну, допустим, ведущий его запустил. Вот этот третий вопрос из трех. Это обратный отсчет. Здесь есть музыкальное сопровождение. Можно его отключить. Если не нравится, можно оставить. У участников примерно то же самое будет только на смартфоне. Им нужно пальчиком просто выбрать верный ответ. И по результату после каждого раунда будет таблица игроков. У кого сколько баллов. А в конце победителю будет вот такая поздравительная анимация. Все очень красиво вылетает, выплывает с музыкой. В общем, все здорово. Хорошая игра. Что сказать. Очень красиво все отрисовано. Тут красивая анимация без всяких лишних элементов. Все по делу и очень просто. Мне понравилось. Я поиграла вчера. Так что, если кому можно использовать смартфоны, пожалуйста, используйте. Это по-прежнему очень интересные вещи. В заключении, теперь уже для тех, кто использует этот сервис в социальных сетях. Для SMM-щиков. Назовем их так. Есть такая опция у этого сервиса, на который я не обращала внимания. Но специально для тех, кто будет использовать эти конструкторы в социальных сетях, у каждого шаблона вы увидите вверху раздел, который называется «Настройка публикации». Это как раз для тех, кто будет публиковаться в социальных сетях. Если вы проигнорируете эту настройку, ничего страшного не будет. Просто, когда вы в ВКонтакте что-то публикуете, обязательно появляется какая-то картинка. Картинка будет появляться вот такая, синенькая. И написано будет примерно вот это. Если вам это не понравилось, и вы хотите у игры, чтобы появлялось название, чтобы появилась какая-то обложечка красивая, то надо заранее заготовить эту обложечку, нажать на кнопку «Сменить изображение» и ее сюда загрузить, подписать заголовок, описание и сохранить. И так по каждой викторине, которую вы выставляете в социальных сетях. Так они будут более красивыми, более аккуратными и интересно будут смотреться. Поэтому про такую настройку хорошо бы не забывать. Что касается статистики. Я обещала показать, где она хранится. Она хранится в личном кабинете. Вы нажимаете на кнопку «Мой аккаунт», открывается список всех ваших созданных работ. И возле каждой работы вы увидите несколько полезных кнопок. Вот статистика – это вторая кнопка. Слева она открывает подробную информацию о том, количество отвечающих, количество просмотревших, тот, кто дошел до конца. Ну, давайте посмотрим. Вот, например, у меня у этой викторины не было обратной формы сбора данных. Это просто анонимные викторины для социальных сетей. И что мы видим? Что просмотрелось 225 участников. То есть открыли эту викторину. Что значит прочтение? Это значит, что дошли до конца. То есть вот 220 начали и бросили. А вот 55 – это вот реально те, кто прошел до конца. Всего было 195 пользователей. То есть кто-то открыл по нескольку раз. Было несколько попыток, видимо. Ну и вот среднее время внимания. Сколько времени они потратили на то, чтобы поотвечать на вопросики. Вот такая статистика довольно подробная, интересная. Даже есть графики по времени, когда отвечали на вопросы. Ну и здесь понятно, что викторина была опубликована 10-го в социальной сети. И вот пошел всплеск. Так вы можете отслеживать участников викторины, какого-то теста, интерактивный лист отсматривать, кто отвечал и как и так далее. Если вы прописали форму обратной связи, что будет более подробная статистика. У вас выйдет список всех участников, кто вам отправил эту форму. И вы уже по каждому участнику уже подробнее сможете отсмотреть. Далее. Что называется, и это еще не все. Теперь уже точно последнее. Это совместная работа. Вы можете пригласить к себе в команду еще двух педагогов или двух библиотекарей или двух еще ксавторов любых. Для этого им нужно зарегистрироваться в сервисе, а вы им вышлите приглашение по электронной почте. Для этого есть опция «Пригласить». Тоже в личном кабинете есть такая специальная кнопочка. И вы можете совместный проект организовывать. Все, кого вы пригласили в соавторы, и они согласились ими стать, получат доступ такой же, как и вы, ко всем вашим проектам. Они смогут их тоже редактировать, как и вы. Например, вы объединитесь, кооперируетесь с учителями, со своими коллегами. Будете совместные интерактивные листы создавать. Какие-то проекты интересные. Так что очень хорошо. Можно тоже воспользоваться этой функцией. Еще у сервиса есть такая опция «Получить подписку бесплатно». То есть вы можете подписаться на платный тариф, но получить это бесплатно. Я вам ссылочку активную оставлю на этом слайде. Там вы более подробно можете почитать об условиях. Вы, например, можете получить продвинутый платный тариф на месяц, на большее время. Мне вот прям на год дали тариф. Я списалась с обратной связью. Есть адрес электронной почты, вы можете им написать. Это называется опция «Действие за действие». По-моему, так. А, подписка в обмен на действие. Вам можно освоить этот сервис, написать пост в социальной сети, например, в том же «Контакте». Либо даже придумать свой собственный шаблон и отправить создателям сервиса. И за это они вам дают платную подписку. Им нужно об этом написать, отправить ссылку, например, на свой пост в социальной сети. Это может быть пост или статья. Я, например, статью в блоге написала про этот сервис, и мне за это дали подписочку прямо на год. Очень здорово. Так что, в общем, если вы такой блогер, любите писать в социальных сетях, что-то новое осваивать и об этом рассказывать, то вы можете за это получить вот такую приятную плюшечку. У платных подписок там еще больше возможностей по количеству создаваемых работ, по количеству просмотров. Так что не проходите мимо, что называется. В заключении, как всегда, на этом слайде у меня собраны обучалки. Это как раз те самые обучалки, за которые мне и дали платную подписку. Создатели сервиса одобрили. Так что это одобрено создателями интеракта, и можно пользоваться с их точки зрения. Ну и если хотите за мной дальше следить, то вот, пожалуйста, мои контакты, адрес электронной почты, блог, сайт, группа ВКонтакте и канал на Телеграме. Вот. Можно тоже присоединяться и подписаться. Пресс-русификатор, джиняли, таймаппер и другие при загрузке текста на русском языке пытаются его перевести вместо нужного. Пишут другую абракадабру. Можно что-то сделать. Но это немножко не по теме сегодняшней, но я вам отвечу, что если вы вставляете текст, то лучше вставлять правой клавишей мыши через кнопку «Бесформатирование текста». Там, по-моему, она как-то по-другому называется, но вот «Бесформатирование», чтобы текст не форматировался. Либо вы можете текст сначала вставить в Word, а из Word скопировать и попробовать вставить. Но если уж совсем не получается, тогда вручную приходится. К сожалению, да. Либо еще вариант «Отключить русификацию». У некоторых сайтов стоит принудительная русификация. Вернее, на вашем браузе может такая стоять. Допустим, когда все сайты автоматом переводятся сразу на русский. Отключите и вставьте. Тогда такой абракадабра не получится. Вот и все. Можно ли готовые тесты, пазлы публиковать в соцсетях? Да, конечно, можно. Я об этом уже сказала. Публиковать их можно с помощью ссылки. Будет красивая такая обложечка, если вы ее нарисуете. И ссылка. Нажимают участники на ссылку в социальных сетях, переходят на страничку и там отвечают на вопросы. Видео не грузится ни с ВК, ни с Рутуба. Нет интеграции с этими сервисами. Но сервис изменяется в связи с платежным состоянием Ютуба. Вполне возможно, я надеюсь, что вскоре такая возможность появится. Очень жаль. Вы можете вставлять видео в виде ссылок. Я рассказывала, что, например, в тот же интерактивный лист вы можете добавить кнопку на веб-ресурс, а ссылку дать на Рутуб, на тот же самый. Да, будет не так красиво, но кнопочка будет рабочая, и вам не нужно будет придумывать какие-то другие странные способы. Так что я рекомендую в качестве ссылок теперь на видео ссылаться, пока сервис не будет интегрирован с Рутубом. Вот. На все вопросы ответила. Кто-то меня так и не увидел. Ну, я не знаю. У меня камера вроде работает, хотя сегодня какой-то сбой системы произошел. Ну, главное, чтобы вы меня слышали. Да. Спасибо вам большое. Насчет сказочной не знаю, я переволновалась. Я вообще боялась, что я тут брошу вас на полпути и не вернусь. Ну, слава богу, все закончилось благополучно. Спасибо вам большое за внимание. Как всегда, приглашаю на следующий вебинар, ссылки на которые у меня, конечно же, потерялись. Ну, вебинар будет через неделю. Мы в октябре будем встречаться часто. Следующий вебинар будет ровно через неделю, 21 октября. И мы поговорим про отечественные конструкции для создания игры Викторин. Про интеракте поговорили. Вот. Спасибо большое за ссылочку. Вот. Ссылка перед вами. Так что, если вы еще не зарегистрировались, то, пожалуйста, приходите регистрироваться. Я надеюсь, будет хорошо, интересно. И мы узнаем еще новые инструменты в придаче к интеракте. Что еще можно использовать для создания игр, для создания именно Викторин и опросов. Потому что у меня были запросы от пользователей рассказать еще про создание анкет разных опросников. Это сейчас тоже актуально, как оказалось. Поэтому про опросы я тоже расскажу. Вот. На этом все. Спасибо большое за внимание. Прошу прощения за технические неполадки. И надеюсь, все будет дальше хорошо. И увидимся через неделю. Берегите себя. Спасибо. 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 Спасибо.